Событием в Карачаевске было посвящено большое собрание в Духовном управлении мусульман, где имамы крупнейших мечетей, а также кадии и представители всех районов Карачаево-Черкесии единогласно осудили нападение на полицейских, напомнив, что ислам рассматривает лишение жизни человека как одно из самых тяжких преступлений, а Коран ясно указывает на неприемлемость убийства людей. Всего того, что такая ситуация случилась, мы, русовенство, не могли остаться в стороне. И вот сегодня, как я повторюсь, собрались по поручению Муфтия, и каждый из нас высказал свое понимание данного вопроса и высказал свое негодование и порицание таких методов общения среди людей. Это недопустимо. В эти века, в века такого прогресса, когда люди решают вопрос таким образом, это не соответствует ни логике, ни разуму. Поэтому сегодня мы собрались, все единогласно высказались о том, что мы порицаем и осуждаем. И мы с этим согласны, и будем работать в том направлении, и служить в том направлении, чтобы впредь такие ситуации в жизни наших жителей, нашей любимой дорогой республики не случалось. Конечно, мусульманская умма именно города Черкесска осуждает это. Почему? Потому что в Куране Аллах, субханаху, напоминает нам, что убийство одного человека приравнивается к убийству всего человечества. А кто сохранит жизнь другому человеку, кто спасет человека, то как будто он спас всего человечества. Исходя из этого, конечно, все осуждают. Убивать человека никто не имеет права. За это вот самые большие грехи в исламе. По словам священнослужителей, пророк Мухаммад всегда проповедовал мир и отвергал насилие. Он велел своим последователям жить в мире и гармонии с окружающим миром, а также соблюдать базовые принципы ислама, такие как сострадание, справедливость, благотворительность, братство и взаимоважение к людям. Конечно же, это порицаемое действие с любой стороны. Не знаю, чем это оправдывалось в их понимании, но здравомыслящий человек, естественно, это все порицает. Также духовные лидеры осудили попытки спровоцировать в сети межнациональные конфликты. Имамы подчеркнули, что в нашем регионе, где народы веками живут в добрососедстве, а братские отношения между этносами уже стали нормой, попытки посеять вражду между людьми не имеют шансов, а по закону они должны пресекаться. Если мы будем понимать Куран и Сумму, так как понимали сподвижники, Табирин, вся эта проблема отпадет. Потому что Пророк Саусам сказал, все вы дети Адама, у Адама Ментураб, Адам из земли. В другом хадисе Пророк Саусам сказал, что нет превосходства у черного над белым, у белого над черным. Все мы дети Адама и Аллаха. Пророк Алейхи Саалату Ассалам сказал, и это даже в Коране есть, злом надо отвечать с добром, иншаллах. Тогда иншаллах, тот, который враждует с тобой, иншаллах, вдруг ты увидишь его, как любящий брат. Иншаллах, злом надо, не надо отвечать, а добром надо объяснять, разъяснять людям, что нету плохой нации. Я всегда говорю, люблю повторяться. Наша республика подобна букету цветов. Букет состоит из цветков. И каждая нация у нашей республики отдельный цветок. Он по-своему красив. Он по-своему красиво пахуч. И в совокупности, когда мы собираемся, это букет получается, это получается карачаево-Черкесия. Букет красивых, приятно пахнущих цветов. Каждая нация. И Аллах нас создал племенами и народами, чтобы мы между собой делились своими благими, красивыми качествами, благими, красивыми познаниями. Я бы пожелал, чтобы мы на это обратили внимание и при встрече друг с другом переменяли бы друг у друга благие, какие-то хорошие качества. В завершении встречи духовные лидеры напомнили, что народы карачаево-Черкесии всегда связывали добрые братские отношения, которые прошли проверку временем. И благодаря мудрости наших предков, их умению поддерживать друг друга, мы сейчас живем и созидаем в единой многонациональной семье народов России. Эрнест Чуков, Назир Капушев, Архиз, 24.